А на болевшем формате вопрос-ответ жители поселка Бугрино озвучили представителям власти наиболее важные проблемы. На острове Колгуев делегация во главе с заместителем губернатора НАУ Михаилом Васильевым побывала накануне. Так, одна из главных проблем местных жителей – отсутствие собственного здания для начальной школы сада. В 2015 году помещение, где располагалось образовательное учреждение, признано аварийным. И малышей временно разместили в административном здании с расчетом на то, что в Бугрино завершится возведение объекта, предусмотренного для дошкольников и учеников начальных классов. Новая школа-сад на 80 мест должна была открыться еще в 2012 году. Впрочем, возвели лишь каркас здания, после чего работы на объекте приостановили. Руководство Заполярного района расторгло контракт с недобросовестным подрядчиком. Год спустя строительство объекта возобновила новая компания, но и она заморозила работы без объяснения причин. Пока единственный реальный вариант выхода из ситуации – реанимировать старое здание образовательного учреждения. Старую часть здания, в принципе, ее можно, как я называю, реанимировать, восстановить. Потому что, да, там действительно. А вот пристройку, где котельная, ее придется снести, убрать. Но при этом можно будет поставить тоже какую-то пристройку для современных котелков, чтобы отопление сделать. В принципе, это все реально. Я сейчас предварительно посмотрела, да. Мы отправим в центр стройзаказчик в ближайшие дни сюда. Они все замеры сделают. Я попросила, чтобы мне дали еще технический паспорт, чтобы по нему прикинуть хотя бы порядок цифры, сколько это может стоить. И капитальные ремонты, там делаются проектные решения только на те части, которые необходимы. Поэтому я думаю, что это гораздо быстрее будет. И обследуем. Еще одна тема, о которой шла речь на встрече – отсутствие качественной питьевой воды. Централизованного водоснабжения в Бугряно нет. Сейчас люди вынуждены набирать воду в реке Бугрянка, что в 6 километрах от поселка. Как сообщила гражданам заместитель главы администрации Заполярного района Надежда Михайлова, в этом году в поселке введут в эксплуатацию блочную водоподготовительную установку. Первый этап – это все-таки поставка блочно-модульной водоподготовки. Там будет предусмотрено забор в летний, весенний, осенний период с моря. Вода будет опресняться, то есть вода будет питьевого качества. В зимний период для того, чтобы можно было ездить по тундре, будет пригнан сюда трекол, привезен вместе с БВПО. В зимний период он пройдет и будет подвозиться вода БВПО. Это первый этап. По сетям, по которым у вас сейчас проложено, мы их должны обследовать, посмотреть на самом деле в каком они сейчас состоянии, потому что запитывать их сейчас от БВПО смысла нет. Поэтому в любом случае население будет обеспечено питьевой водой. Были озвучены в ходе встречи другие вопросы. Михаил Васильев поручил представителям профильных департаментов обратить внимание на просьбы сельчан и рассмотреть возможность урегулирования проблем в рабочем порядке. Ольга Русл, Алина Ваучейская, Сергей Качегов, Телеканал Север.